Всем привет! Хочу сейчас записать урок про как экспортировать из блендера. Точнее все знают, конечно, как экспортировать из блендера PBX. Но очень долго все те пользователи, которые уже давно пользуются брунером, очень долго, а не знаю, что очень долго PBX развивался, точнее сам экспортер развивался очень медленно, куча ошибок было. Все потому, что коммерческий формат, как мы знаем, формат, который был создан компанией Autodesk. Но разработчики вроде бы как пришли к какому-то такому Blender Foundation. Разработчики вроде бы допилили, ну как мне кажется. Хотя кто-то еще говорит, что у него ошибки. Может уже просто махнули рукой и перестали его тестировать. Но я вот стал все время использовать и мне понравилось. Это в первой связи с тем, что теперь загружать в Dota формат, как SMD такой, за невозможность. То есть компилировать в Dota формат SMD стало невозможно. Просто его исключили разработчики из списка. Теперь только DMX и PBX. Ну, в общем, будем думать, будем пробовать сейчас. Хочу попробовать вот с Axe. То есть вот у меня есть Axe. Вот такой вот. Давайте сейчас его экспортируем. То есть вот это вот все слои. Четыре слоя. На этих четырех слоях. Узаняты четыре слоя и мы экспортируем всю стену. Не все слои, простите, а всю стену. Беру я файл. А нет, нормально. Открылся. Итак, что касается настроек. Давайте я подвину в сторону. Здесь я ничего не ставлю. У меня галочка Select Object не стоит, потому что я хочу всю стену экспортировать. У меня стоит минус Z, Y. В общем, посмотрите. Я не буду сейчас повторять. Все. Выбираю я бинарный файл, а не SCI. В общем, попробуйте. Если у вас все получится, как у меня. Если у вас все получится, как у меня, тогда будете что-то тут уже шаг лево, шаг право делать, пробовать, импровизировать. Я вот эти настройки выбрал и только их использую. Да, кстати, сейчас я их покажу все. Еще один момент. Так как Blender любит делать, я подсчитал, он ровно в 40 раз, кто не знал, уменьшает вообще, ну, то есть разница, например, метра, метра, блендеровского метра, если не так говорить, метра обычная, какие-то измерения, в 40 раз меньше метра, например, 3D Max. Ну, и Майи тоже. Экспериментируйте. Совсем с многими программами я проверяю. В общем, действительно так. А, и с Dota. То же приложение Dota с игрушкой. Поэтому, знаете, кто ничего не в курсе, что ровно в 40 раз. Поэтому давайте сейчас зайдем в сцену. И здесь вот мы могут... Да, World. Паш. А, нет, пардон. 0.35. А что 0.4? А 0.35? Может быть, я еще акцию уменьшал? А может, я не уменьшал акцию? Я вспомнил. Я подгонял вот этой сцене 0.35, потому что в итоге мне нужно было импортировать акцию, чтобы проверить, в Unreal Engine. Мы это тоже делали, правильно? Не только в 3D Max. И там, как оказалось, чтобы акция примерно была одного расстояния с той куклой, которая там в Unreal Engine, да? Там нужно 0.335. То есть там в Unreal Engine тоже, значит, немножко уменьшил. Ну, пусть будет 0.35. А вообще, если вы будете, например, там в 3D Max какой-нибудь стульчик экспортировать, хотя навряд ли, то... То есть, вы, можно, его выжать. 0.4. 0.4. Все. Есть. Экспортирование. Теперь мы с точкой экспортировать. Означаться не мало. То есть, давайте, проиграю. Все анимации есть. Вот одна анимация. Потом тут у меня общается весь список. Если кто не верит, подскажу. Весь список. Эти все вещи я сюда импортировал в качестве SMD. SMD через плагин SMD Tools. Тут много анимаций, этих, да, анимаций. Не все, возможно, которые существуют с 3D Max. У, извините, у Axe в Dota. Но, в общем-то, много. Достаточно, чтобы проекты не делали. Давайте нажмем экспорт. Наконец-то уже. Субы X. Выбираем, выбираем. А, да. Ну, настройки. Здесь. Скейл. То есть, вы могли бы и здесь сделать 0.4. Ну, я ведь сразу в состоянии сделал. Минус Z. Это его лицо. Лицо. Кто не знает, кто плохо разбирается. И в английском, и вообще в настройках. Тяжело ему дается. Ой, ой, ой. Пардон. А, вот. Нечайно зацепил. Кому тяжело дается, я буду объяснять подробно. В общем, минус Z. Это получается, что лицо Axe, он там смотрит. И луть, скажем так, направление оси входит ему, получается, в лицо. Нет, наоборот, в спину. Вот так. И вверх. Или наоборот, ну да, получается, в лицо. В общем, попробуйте. Так, это я уже сказал про версию. Здесь сделаем вот эту. Не ту, а вот эту бинарию. Потом геометрия. Тут надо добавить Tangent Space обязательно. Если не добавите, там будет проблема потом с нормальными. Когда будете импортировать, например, в Unreal Engine. То есть, наверное, я экспериментировал. Возможно, и будут проблемы в 3D Max. Я не все пробовал. Но я галочку ставил здесь. Ну и Normal, сонли. Такая остается. Apply, Modify, 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 они, по-моему, по умолчанию галочка стоит. Вот. Ну. Можно ее ставить. Так, арматура. Арматура Adlib Bones. Это означает, для 3D Max это нужно делать, потому что кончик, я так понимаю, это получается, если у блендера конечная кость, по-моему, в мае тоже так, как и у 3D Max. А блендер отличается. Что именно? Если в блендере, например, у вас идет палец, да, последняя там, паланга пальцев кости, вот так, да, последняя паланга кости, то вот она, вот эта косточка последняя. Ну, в блендере все. Сделали ее и все. А в 3D Max нужно еще сделать кончик, такую, как нулевая кость, на нее называют ликс, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, вот эту вот косточку надо сделать. И так везде, все конечности, на голове, то есть там, на нижней конечности, по-моему, и на каждом пальце должна быть еще замыкающая кость, которая, по-моему, не вступает в взаимодействие с мешем, но она должна быть, как пробка, что ли, я не знаю. Я давно 3D Max не занимался ригом, но я помню, когда ты занимался. И Animation. Анимация, тут все галочки стоят, вот и все, что есть, просто «вык», и «сцену». Все, нажимаем, выбираем папочку, я выбираю, что мне нужно. Пакс, тест, андайм, да, тут у меня все. Май, это полная коллекция моей истории создания для артов, вот и два. Выходим сюда, и пробуем, чтобы быть вот так. Все, акс, чтобы «икс», экспорт, ждем. Надеюсь, все будет в порядке. Он берется начинать, да, так, есть, все, акс, экспорт, ну. Давайте сразу экспортируем, вот, это мой новый курьер, сразу я его засвечу, так сказать. Не знаю, понравится вам или нет, я не буду объяснять, почему он так выглядит, это будет потом известно, уже станет известно, когда я его публикую в мастерской. Вот, нажимаем «плей», и он так прыгает. То есть, там вообще-то несколько анимаций, уже три у меня готовых. Есть еще «бег», могу прорекламировать. Давайте идем сюда, «сцену». Здесь еще есть «бег», вот такой «бег». Так, сделаем 20, по-моему, кадр. У меня «бег», пока. Ну, он так «бег», бежит, я потом, может быть, ускорю, пока, пока мне достаточно вот так на него смотреть. Вот, ну и так далее. Там что-то еще, а, и этот, «стояние». Здесь будет все показывать. В общем, делаю то же самое. Единственное, что я сейчас, вот эти все вещи, тут у меня есть высокополигональные, я их поудаляю. Почему? Потому что я не хочу, чтобы все вот это вот лишнее. Все это лишнее, это тут еще. Для примера у меня осличек. Что я здесь? Свет, в принципе, пускай остается, он меня не смущает. И камера, и вот еще один, да, большой. Там и те, которые я модели. Тоже удалю, но сохраняться не будет. Все, ну, можно включить слои, хотя включать не обязательно, просто галочка. Выбирайте, ну, сейчас посмотрите, так, экспортируется, да? Текстуру на нем нет. Ах, нет, есть текст, текстуры есть. Только какие. Сейчас выберем режима костей. Выберем. Вот, тут есть текстура Normal Map. Единственное, Normal Map. Вот, а ну, потом посмотрите, она сразу же будет видна в этом. Вот, Normal, один Normal в тегах. Колора нет еще, он там отдыхает, его еще не нарисовать. Ну, все. Можно не обязательно выделять все. File, Export и Pbx выбираем. Так, опять отодвинем. Вот, здесь все то же самое. Галочку. А, да, кстати, здесь вот можно поставить 0. Давайте попробуем поставить. Получится ли у нас 0.4. Для чего? Курьер мой тоже большой. И в Афтериде Максе будет удобнее им там управлять. Стоп. Или маленький. А, наоборот, он маленький. Поэтому надо 40 делать. Вот так. Вот так. Вот так. Здесь все оставляем без изменений. Геометрия. Тамбель, Space. Выбираем арматуру. Какая остается. Анимейшн. Все. Все. Вроде бы все. Ничего не забыл. Аплайвами. Модификаторы. Да. Заметьте, здесь скелет имеет отличие. Небольшое. Во-первых, давайте кто... Я сейчас назад верну. Кто не в курсе. Смотрите. Выбираем мой скелет. Я не мой, а скелет моего куера. Идем вот сюда. Кто знаком, вот знает, что вот это вот. Это модификаторы. Constraint. Ну, по-английски называются. Связи. Там. Зависимости. Которые я... Давайте X-ray поставлю. Вот. Я использовал. Тут очень много. Есть вот. А, это обратная кинематика. Вот. Желтенькая. То, что желтенькое. Тут есть. Вот это. Вот он. Ик. Обратная кинематика. Ну, это надо вам отдельно смотреть. Рик. У меня есть урок. Я курьера там другого своего волка. Я показывал. Вот. Надо вам смотреть просто. И будете тогда. Так это делать. Сейчас мы не об этом. То есть, вот эти все модификаторы, они, конечно же, в 3D Max. Хотя нужно там подробнее изучать. Может быть я... Когда мы откроем 3D Max, там будут скамодификаторы применены. Модификатор скин, там еще что-то. И надо смотреть. И остались ли там вот эти вот контрейты. Как они там выглядят вообще. Все это. Можно ли это потом использовать дальше. Или все. Или вот так вот экспортировали там. Ну, не знаю. Для рендера или еще что-нибудь. Все, с этим разом есть. Теперь давайте все-таки экспортируем. Снимем выделение, да. Файл и экспорт сделаем. Сделаем экспорт. ПБ. Вот на двух примерах покажу. Да, и кстати, вот этот курьер, это то, что было создано и кости. И сам... Это очень важная особенность. Просто бывает разница, и многие говорят об этом на форумах. Что вот именно этот курьер был создан здесь, в Блендере. Никакого импорта, экспорта не было. Ничего сюда. Ну, то есть это Мэш, это Келет и так далее. Поэтому есть, существует разница небольшая между этой моделью. Да, поэтому я экспортирую. Идемте сюда. Ну, вам нельзя, знаете, это я пойду. Не вижу я. Давайте, да, выходи снова. Project PBX. Вот он, Axe. Все, тут все с настройки стоят. Он запомнил экспортируем. Нажал я или нет? Нажал. Все, можно теперь свернуть и открыть 3D Max. Точнее, у меня уже открыт, я его просто разверну. Вот, я его приготовил. Давайте смотреть. Импортируем. Импортируем в начале акса. С таксом всегда проблем не было никаких. А вот с другими у меня были проблемы с Мэшем. Я пробовал. Я сейчас объясню, какие. Может быть, что мы будем теперь. Таким партнер, ну, просто нажать на импорт. Не знаю, ничего сказать. И здесь уже вроде бы как Max должен хохнуть. Ага, вот Max, да. Вот эту папочку он вспомнит. Выбираем. Давайте, аксопировать. Открыть. Смотрите, что я выбираю. Ну, раньше я выбирал вот... Нет, вот еще что-то было странно. Еще был вариант. Это в дефолт он стоял. Потом я выбрал медиа интерьмент. Он запомнил, наверное, в дефолт он никакого нет. Ну, ладно. Я даже не смотрю здесь. Здесь нет смысла посмотреть. Просто там, по-моему, все включено. Галочки, да. Ну, с Moves & Groom нам не обязательно. Аниме, анимация обязательно, конечно. Камеры можно здесь отключить. Свет там тоже отключить, если что. Advanced Options. Юниты там. Ну, у нас все либо автоматически. Дюймы. В общем, смотрите, сами. Я ничего не трогал в прошлый раз. У меня, кстати, красиво получилось. Ага, это информация там какая-то. Все. Help там, cancel. Вот тут вот он... Смотрите, говорит, так осторожнее у вас. Кадра, по-моему, в файле. 24 кадра в секунду. А System Frame Rate 30. Ну, ладно. Да, текстур 10, он перечисляет. Итак, 10 текстур. А, ну да, это же бэрдэш 3D. Это же акса. У акса там много. Все. Кидаем. Вот он думает, думает, думает и кидает. Вот они все эти объекты. Снимаем выделение. Ой, я уже теперь пользуюсь. Я планшетом пользуюсь. Планшетом очень неудобно пользоваться. 3D Mark. Как там снять выделение? Ctrl-D, по-моему, да. Ну, вот он он. Вот видите, он нормального размера сюда и зашел. Давайте сделаем вот так. Не могу я двигать этот планшетом неудобно. Альт, по-моему. Ага. Вот так вот. Вот так вот. Ну, придется вот так. Ай-ай-ай. Вот придется так делать. Так. Так, кнопочка, отключи. Все, смотрите. Анимация работает? Красиво, да? Ну, давайте я проиграю. Анимация сюда зашла. То есть, я открывал в граф-эдитере, вот, вот, тракт, вот, док-шип, я не помню. Он в док-шип я открывал, шип-эдитере, я не помню как по-русски, я вообще не переводил. А, да, я же не выделил ничего. Давайте выделим там кость какую-то. Она должна быть анимирована, правильно. А то она, что-то, я вообще анимация мало. Кстати, кости торчат. А это дами. Кстати, все кости, видите, в виде дами, в виде пусты, как сюда импортируются. Ну, надо разбираться. Я не ставил кому-то, не ставил задачу помогать кому-то работать в 3D-мах. Хотя, я преподаю 3D-мах, это курс для дизайнеров, визуализаторов. Ну, архитектора, визуализация, дизайн, интерьер. В основном, интерьер. Цент на интерьер. Вот мы откроем наш док-шип. Сейчас, что-то я там уже выделил. В общем, когда выбираете, он появляется здесь. Все анимации есть. Что еще? Ну, давайте посмотрим текстуры. Зайдем в материалы, нажмем почку N, да? Ага, он, может, туда же, кто-то не покажет, не покажет. Нет, материалы, видите, материалы, он не держит. То есть, их надо брать и перетягивать сюда. Ну, кто не знает, как это делать, вы выбираете, может, пипеточкой. Вот так вот. Вот ваш материал. Что здесь? Дефьюз. Нажать вот, англица. Все, вот, можно отключить. Выключаете, и он не виден. Ну, это, там, много нюансов, кто 3D-маг знает, кому не надо. Все, в общем, 3D-маг мы закинули. Да, больше никаких вопросов, я думаю. Вот там, скин есть, Redable Mesh есть. Есть здесь, можете редактировать. Вот эти, Edit inVelous, вот они здесь, есть какие-то малюсенькие. Ну, это надо редактировать. Смотри. Раскройте, там, я не знаю, вот inVelous, может, и так выделить. Chain, вот. Это, это кости. Кстати, а есть ли они вообще? Можно вот так выбрать и в деле. Ну, разбирайтесь, разбираться будете сами. Так, делаем ресет, наверное, да? Сохранять это. Делаем ресет и закидываем не сохранять и реально ресет. Импортируем сюда теперь нашего, так, нашего, моего точнее, курьера. Импорт, нажимаем сюда. И вот теперь хвост. Открываем. Все то же самое. Вот он, он. Не знаю, почему он здесь, вот видите, смысл в чем. Смотрите. Беленькая, беленькая, это дами, которая появляется. Давайте сейчас ее снимем. В общем, это можно отключить, вот эти вот квадраты, если не понял, что это такое. Странно, я опять что-то не гадал с размерами, почему-то. Это вот от этих вот квадратов всяких. Вот он, курьер. Вот видно. И здесь его видно. Здесь, да, и вот видно, это все. Можно, наверное, выделить. Все, эти все дами выделяются. Ага, вот он. Давайте так вот теперь. Опа. Вот так будет лучше. Согласна? Вот он, мой курьер. Видите, вот текстурка на нем есть. Вот эти вот квадраты, рамки эти белые, прямоугольники или кубы, это он показывает, что они анимированы, если не ошибаюсь. То есть тут где-то, возможно, это скрыть. Настройка, по-моему, конфигурация рюкорта. Показывать обведенным, скажем так, ту кость или тот объект, который на этом моменте санимирован. Или это здесь где-то отключается. Я вот не помню. В общем, это надо отключить. И тогда у вас не будет всех этих обводок. Хотя, может быть, он так и делает с костью. Вот мы выбирали кость, видите, она анимированная. Выбирали другую, она не была анимированная, но вокруг нее та же самая рамка. В общем, вот он, он прыгает. Давайте я покажу, что в анимации есть. Вот он прыгает. Опа! Все. Да, видите? Как только анимация прыгивается... А сейчас мы узнаем. Канцел. Что такое? Да, когда прыгаете, нет этих обводок. Эти обводочки появляются для того, чтобы вы видели, что там ключевой кадр, по-моему, да. Это ключевой кадр. Здесь. Ключ. Ключ. Вот этот ключ особый какой-то. Там зеленый, по-моему, не помню. Или там тройной. Он всегда обводится вот этими белыми лицами. Для удобства, чтобы вы поинтересовались. Когда вы анимируете, он пропадает. Ну, все, она прыгает. По-моему, я доказал, что можно импортировать объект, который не повело, у которого остаются кости, целый скелет. Ну, пускай не тот скелет с несколькими настройками, но, вы знаете, в 3D Maxi там, по-моему, скелет, когда вы создаете обычные кости. Но у них есть настройки. Ну, это не так, как в блендере, арматура или в Maya. В 3D Maxi это скелет, он состоится с костей. Один объект. Кости можно редактировать. Но там настроек немного. Открывается там, где-то здесь в анимациях, по-моему, открывается это окно. Вот Bone Tools. Тут их немного. Настроек. То есть, потом можно конвертировать каждую кость в Mesh. В общем, это не важно. Я не помню, можно ли Mesh конвертировать в кость, сделать Mesh в кости. Возможно, можно. Но если можно, то тогда удачи. Я надеюсь, что какие-то вопросы я решил. Насчет Unreal Ender. Я не знаю, выдержит ли мой ноутбук. Показать вам. Я попробую сейчас запустить. Если получится, я перетащу и... Или хотя бы для... Ну, доказательства, я уже выкладывал скрин. Я покажу. Хотя бы скрин. Вот. Если кому-то очень надо, я сделаю урок. Покажу, как для... Ну, вообще, надо было бы подготовиться. Потому что там все начинает. У меня видеокарта такая средненькая. The Force. И она начинает повиснуть. Еще, если я записывать буду урок. Ну, это совсем круто. Мощная программа. Unreal Engine. Вот она может. Ладно, давайте я открою. Если не зависит, это будет хорошо. Я закрою сейчас Blender. Закрою хвоста твоего. Да и да. Все. Даже 3D Max закрою, чтобы ничего не мешало и не зависало. Тогда попробуем открыть Unreal. Нет, не снисание. И сразу запускаем Epic Games. Может быть, подождать, потому что, таки, мощная программа. Если бы я сейчас еще ее запустил. Ну, требует больше ресурсов, чем 3D Max или Blender. Она у меня стала вообще запускается. Не запускается выпуск. Так, разрешить. Она запускается на другом мониторе у меня. Сейчас я ее перетащу. Не запускается на другом мониторе у меня. Да. Может, вам нужно было бы кто-то показать, пока я полил. Error не может уставить веб версии. Please try again. Ага. Не знаю, что там. Стабильная версия какая-то. Веб. Или там не устраивают. Я очень. Пишу пароль. И подключаюсь. А, вот он не мог загрузить. Войтись, а. Может, сейчас снова не войдет. О! Открылась. Открылась. Давайте я перенесу ее сейчас. Ну, росла. Давай. Перетащу сюда, чтобы вы видели. А вот я запустил этот веб-рисот. Вот сюда. Открылся. Это по типу стима. Вот. Только немножко иначе. Я вообще не сильно вникал в эту программу. Все вот эти вещи тут создают и так далее. Давайте запустим проект. Где мои вообще проекты? Что я не нахожу. Тут мне все вмещается. На мистору. Это, ага, вот он мой проект. Ну, создавать новый, я не знаю, создать, не создать, ради такого, импорта такого. Я просто, давайте я открою то, что у меня получилось, а потом объясню. Так, вот он уже где-то думает, где-то размышляет. Я слушаю, как работает или процессор, или видеокарта, что-то умело. Там 9% 18. Вот, наверное, додобновить версию надо. Я не обновлял. Он как-то интересно обновляет. Он скачивает новую. И... Как-то весело получает. 39%. Давайте я пока покажу, какие у меня есть сайты. Точнее, мой один и расскажу про урок. У меня два вообще есть, но... Про второй потом... Так, вот мой сайт. Это за сайт. Здесь я говорю о том, что я позиционирую себя как академия, енот академия. И я предлагаю вам несколько курсов. Первый курс это по блендеру. Это общий курс, почитайте. Дальше идет курс по созданию модификации для доты. То есть, вы, наверное, можете со мной... Я скажу, как рисовать на планшете, как создавать эскизы, скетч, ну, там, текстуры, естественно, тоже. Сознаете модель свою. Вообще разработайте какую-то идею. Если у вас есть идея, поделитесь со мной. Мы можем с вами арт какой-то, какого-то вашего героя создать. А можем выбрать того, что я предлагаю. В общем, как хотите. И вместе в блендере создадим. Экспортируем и опубликуем, естественно, в мастерской. Все. Начинаем. Ну, там, почитайте программу. Там все в программе курса. Это вот здесь программа обучения или план занятий. Вы можете увидеть все, что входит в программу. Там есть все общие. И даже как делать гифку я научу вас. И как... Что там еще? Сделать тизер. Какая монтаж вашего тизера. В общем, все. Дальше. 3D Max архитектурный. Это, конечно, не блендер уже. Может быть, я не туда попал немножко. Или вы читались мне там. Но кому нужен 3D Max архитектурный. Весь мой опыт. У меня большой опыт в плане работы в 3D Max по интерьерам. То есть у меня есть очень много реализованных проектов. Проектов интерьера. То есть начиная от того, что я выезжал на замеры. Делал замеры помещений. Потом я делал визуализацию. Я выбирал заказчикам. Предлагал ему какие-то материалы. Шторы, мебель. Все такое. Антураж какой-то. Потом я делал чертежи. И даже осуществлял авторский набор. Восходил на стройку. И мы с рабочими, с строительной группой, вместе решали, как что сделать. Это у меня большой опыт. Все эти тонкости. Как правильно сделать углы. Сделать вот эти все. Чтобы был реалистичный интерьер. То есть я не только функционально предлагаю дизайн. Ну и конечно же я вам научу, как делать реалистичный интерьер. Чтобы он был реальный. Как правильно сделать все эти толщины, масштабность, соблюдать, чтобы он не казался игрушечный. Ну и так далее. Естественно, качественные пиктуры настроек. С вами шейдеры. Так. Ну еще есть там у меня курс. Вот еще один. Медиадизайн. Это композитинг. Моушн графика. Почитайте я быстренько. Ну и там дальше все. Так. Вот второй сайтик. Неважно. Так вот. Вот она программболинга. Давайте вот так сделаем. И вытащу это вот сюда. Эй. Зайни кластью. Так, иди. Не могу перетащить на другое окно. Вам, чтобы вы могли. О. Взял, взял, взял. Поехали, поехали. Так. Вот она эта программа. Смотрите. Здесь, по-моему, тоже мышкой надо управлять. У меня мышки сейчас нет. Вот они текстурки. Они все загрузились сюда. Самое главное, это найти вот эту папочку. Вот он, контент. Он есть. Эта папка не скрытая. Вы найдите. И туда разместите. Может туда сразу же выехать. Ну, я и так, и так пробовал. Он сам разместит туда все. Вы просто идете через импорт. Где-то здесь, по-моему, импорт есть. Вот, импорт. И выбираете. Я не помню, как я уже делал. Я могу только... Ну, как проиграть? Нажать play можно, да? Видеть независник. Потом сразу начинает режим игры включать. Вон он, видите? Redux бьет. Почему вы видите... Ну, во-первых, игра была создана моего третьего лица. Да еще и для планшета, по-моему, если не ошибаюсь. Камера стоит, привязанная к кукле. Первая, да? Доли вот этой вот. А Axe рядом стоит. Я еще не разбирался, как привязать к нему камеру. Я просто в Unreal Engine не буду так ставить. Вообще. Но я думаю, что я потихоньку буду развиваться в нем и с вами делиться тоже информацией. Возможно, когда-нибудь начну учить профессионально с возможностями Unreal Engine. Попробуем. Ну, почему я не выбрал Unity, я не знаю. Я так попробовал и то, и другое. Ну, посмотрим. Это абсолютно бесплатно, я не ошибаюсь. Свободный. Он больше здесь каких-то прав. А Unity платный. Хотя говорят, Unity интереснее, статей индии. Ну, посмотрим. Хотя бы кто-то тоже жалуется на Unity за последнюю обновку. Ничего не знаю. Ничего-то еще не скажу. Надо, в общем, гуглить, рыть и так далее. Ну, все, тогда я... А, давайте я стоп нажму. Уберемся, да, вот он. Угу. Вот получилось. Кстати, тяжкая ему сейчас будет. Давайте я выберу. Ну, вот он. Акс. Можете посмотреть. Вот здесь есть. Да. Этот Epic Games появилась. Все. Ровно. Вот тут ваша модель. Ну, я не буду показывать. Я... Это просто урок не по Unreal Engine. Потом все не... Вот здесь есть. Тут просто читайте и переводите. Я разобрался буквально с этим. Подтянул. Текстур надо подтягивать. В общем, когда вы все импортнете, он будет... Все будет здесь вот в папочках аккуратненько в контенте лежать. Он там разместит вам. По-моему, если не ошибаюсь. Ну, ты что не помни. Ну, ладно. В общем, в любом случае урок не поблендовать. Спасибо за внимание. Получилось у нас функционально ПБИ сделать в блендере. То есть то, что требовалось доказать. Я желаю вам успеха. Всего доброго. Пока. Пока.